и снова здравствуйте мои уважаемые зрители на дворе у нас продолжается 25 марта и второй мой материал будет посвящен сводкам с фронтов но основные события сейчас происходят на линии от Курахова до Горловки по новым сводкам которые дал господин Коношенков кстати хочу попросить ребята кто готовит ему вот эти вот пресс-релизы ну не несите чепухи вы знаете вот иногда просто настолько дико это звучит как например сегодняшняя заводка да когда пресс-секретарь Министерства обороны Российской Федерации заявляет об освобождении населенных пунктов Батманка Красный партизан это при том что это название одного и того же населенного пункта причем не Батмановка Батманова новое название Красного партизана но самое главное состоит в том что Красный партизан был освобожден войсками ДНР еще в 2015 году на самом деле это не мелочь это очень важный момент российские официальные лица упирают на то что они говорят только правду и она действительно примерно 90 процентов является правдой в отличие от агитпропа киевского режима который как раз на 90 процентов лжет но когда вот такие ляпы допускается это во многом сводит на ноль всю работу я очень попросил бы пресс-службы Министерства обороны Российской Федерации быть внимательным но бог с ним и так что происходит на фронтак на самом деле продвижение есть как я говорю каждый день группировка войск ДНР ломая оборону ВСУ продвигается на несколько километров вперед за истекшие сутки было взято два населенных пункта Троицкой и Ставки идут бои за Новобахмутовку Новоселовку вторую и за Каменку то есть тот прорыв который был осуществлен несколько дней назад расширяется по ширине и в глубину но основное направление данного удара это в разрез между Нью-Йорком но не тем Нью-Йорком который США а Нью-Йорка который на Донбассе и Авдеевкой прорвать оборону ВСУ обойдя Авдеевку севера и взаимодействие с другими частями народной милиции ДНР разгромить Донецко-Авдеевскую группировку ВСУ и это двинуть линию фронта на расстояние с которого нельзя будет обстреливать столицу ДНР ну хотя бы из артиллерийских систем да точки у безусловно еще достанут но это уже намного проще чем то что сегодня испытывает Донецк которая с активизацией активных боевых действий и понятно что руководство в ВСУ понимает что рано или поздно все артиллерийские системы которые здесь находятся они будут однозначно уничтожены никто их вывозить уже не будет они расстреливают боезапас в том числе по Мирному городу в общем на данном направлении продвижение составило несколько километров также по тем данным Коношенко не сказал но по данным моих источников в районе Маленки какие-то стрелковые бои слышны в районе Красногоровки и по направлению Курахова но пока подтвержденных данных по этому региону нет также никаких новых пока данных нет ни по Курахово не по району Изюма поэтому будем считать что ситуация выглядела также как она выглядела на истекшую дату то есть контратака в районе Изюма отбита войска ВСУ отброшены несколько километров южнее Каменки но за развитием событий безусловно я буду наблюдать и здесь бы я хотел бы также еще внести определенную ясность ситуации под Херсоном мои зрители постоянно задают вопрос что там происходит откуда стрельба что мы откуда все это слышим знаете я не хотел этого говорить но с учетом того что вчера случилось уже можно об этом говорить дело в том что несколько дней назад было замечено подозрительное движение непонятных ребят устья Днепра то есть по ночам в районе Александровки Станислава через Галициново пробирались небольшие группы военнослужащих Украины в том числе и техника прятали специально до этого оборудованных местах но их передвижение было вскрыто и вчера российская колонна выйдя в этот район завязала бои с просочившимися частями причем ситуация для ВСУ была довольно таки тяжелой именно по этой причине вчера через Николаев прошла колонна в этом же направлении пока явно на помощь тем ребятам которые оказались Станиславе в очень незавидном положении то есть там российские войска пытаются зачистить вот эти несколько сел от накопившихся там за последние несколько дней частей противника и я так понимаю это и есть тот сюрприз который готовил губернатор Ким по освобождению с его точки зрения Херсона как только бои в этом районе закончатся я постараюсь выяснить результат то есть вот такая ситуация по Херсону хочу успокоить жителей Херсона никакой серьезной пока опасности на вашем направлении нет кстати те части которые были переброшены сюда это не части Николаевской гарнизона который потерпел значительное так сказать поражение этой части похоже 28 механизированной бригады и вот с ними там вчера на протяжении дня разбирались российские войска и так с этим районом понятно что у нас под Киевом ну под Киевом вот эти браурные заметки которые вчера были во всех пабликах украинских куда-то сошли на нет но после репортажа Александра Коста уже никто не говорит об окружении российской армии в треугольнике Буча-Ирпень-Гастомель а генеральный штаб ВСУ видимо не считает и победных реляций сообщил о том что войска готовятся к отражению новой готовящейся атаки российских войск причем то что происходящее за последние дни особо не добавляет оптимизма руководству страны говорит тот факт что вчера верховная рада Украины по предложению правительства Украины разрешила правительству Украины покинуть территории города Киев то есть до вчерашнего дня правительство обязано было находиться в Киеве со вчерашнего дня ему разрешено теперь находиться в любом городе Украины и это лучше всего показать реальное положение дел в столице и как нужно относиться к тем победным фейковым реляциям которые должны поддерживать боевой дух солдат вооруженных сил Украины чтобы они сражались до конца веря в свою окончательную победу находясь по сути в катастрофической ситуации Ну и также сегодня по многочисленным просьбам моих уважаемых зрителей особенно из Харькова хочу рассказать что происходит Харьков пока никаких серьезных движений в районе Харьков передвижения войск кроме периодических боевых столкновений в районе Дергачей и Малой Рогани нет да идут обстрелы по выявленным точкам в СУ в районе города но это как говорится ну не буду я каждый день писать о том что вот ударили по этой точке ударили по этой точке мне просто физически времени не хватит это все описывать именно по этой причине я пока Харьков и не включаю в боевые сводки единственно что могу сказать что вчера мои уважаемые зрители человек вот провел свое расследование там был удар по какой-то очереди он был нанесен из блуждающего миномета причем небольшого калибра то есть в Харькове тоже работают вот эти самые блуждающие минометы поэтому я бы посоветовал жителям города быть очень и очень аккуратными и здесь же хочу прокомментировать обстрелы территории Белгородской области со стороны ВСУ мол Юрий вы же говорите что там их отбросили они вот стреляют нанесены удары были первую очередь очень дальнобойными системами по в район Белгорода стреляли ракетами . с дальностью стрельбы 120 километров а эти удары можно наносить значительной части территории Харьковской области а вот последние удары в районе Журавлевки наносились системами смерч с дальностью стрельбы до 70 километров ну и понятно что пока ВСУ находится в Харькове такие обстрелы могут быть в любое время потому что до точки обстрела с северных пригородов Харькова например расстояние всего там поменьше 50 километров вот это примерно то что могу сказать что происходит на фронтах Украины на этом по этой теме на пока все ну и следующий выпуск со сводкой традиционно ожидайте сегодня вечером до свидания